В этом сезоне футбольный клуб Чертанова стартовал во втором дивизионе. На поле против грозных мужиков из Воронежа, Пензы и Рязани выходят и бьются безусые юнцы. Средний возраст Чертанова не превышает и 19 лет. Руководители одной из лучших футбольных школ страны давно хотели создать профессиональный коллектив, который бы стал вершиной пирамиды. Удалось это сделать лишь в этом году, за что надо сказать спасибо и РФС с Москомспортом. Сегодня же чертановцы подвели итоги уходящего очень важного года. Во вторник футбольную школу Чертанова ожидал большой праздник, посвященный сразу нескольким событиям. Тут и награждение футболистов и футболисток различных возрастов за достижения в течение года, и очередной выпуск воспитанников во взрослую жизнь. Церемония проходила более двух часов. В этом году команда Чертанова насобирали множество как индивидуальных, так и командных призов. Прежде всего в плане результатов это победа команды 2000 года на первенстве России. А в более глобальном смысле это, конечно, то, что в этом году впервые наша команда попала в число участников соревнований профессиональной футбольной лиги, что, как мы считаем, знаковое решение вообще для будущего наших воспитанников. В перерывах между объявлениями лауреатов зрители ожидали зажигательные номера и искрометные шутки ведущих церемоний комментаторов НТВ+, Сергея Дерябкина и Нобеля Рустамяна. Но основными звездами этого праздника были, конечно, юноши и девушки 1997 года рождения. Именно у них в этом году закончилось обучение в футбольной школе. Многие уже получили серьезные приглашения. Приглашение есть, да, в испанский клуб из Барселоны, Испаньол. Я туда поеду в скором времени, ну, в следующем году. Вот. Планирую там, как бы, остаться на контракт, чтобы меня взяли, показать себя. И, может, из молодежи встал уже перейду в основной, и там уже заиграют. Но при этом ребята понимают, что и освоение других профессий не помешает, если с футболом вдруг не сложится. Лучший бомбардир команды Егор Никулин уже поступил в высшее учебное заведение. Я поступил в Московскую государственную академию физической культуры. Там учусь на первом курсе. На теорику поступил на специальный футболист, то есть тренером. Тренером был в будущем. Но было еще одно радостное событие. Уже в скором будущем у чертанских молодых футболистов появится своя тренировочная база. Вы знаете, я в этой школе уже более 20 лет. И все время, будучи здесь футболистом, а потом тренером, слышал обещание от прежнего руководства о том, что вот-вот построится стадион, вот-вот длится уже очень долго. Но мне не хочется стать следующим руководителем, который тоже будет всем все обещать. Но по факту аукцион на строительство футбольного стадиона для нас состоялся. И мы надеемся, что все-таки в январе, после Нового года, уже рабочие приступят к началу непосредственно строительства. Так что все условия для того, чтобы вырастать в новых звезд зеленых газонов, у ребят и девчонок есть. В России возможно все, потому в скором времени мы можем увидеть в КХЛ команду из Чечни. По крайней мере, сегодня в Москве в рамках исполкомов ХЭР Федерация Хоккея Чеченской Республики была принята в состав. В общем, очень и очень ждем в КХЛ. Продолжение следует...